МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Несмотря на то, что эти места заброшены, они не утратили своей красоты, а, по мнению художника, она лишь трансформировалась. С 2015 года немецкий художник Герман Бус несколько раз приезжает на Гомельщину в зону отчуждения Чернобыльской АЭС. Здесь он фотографирует покинутые дома, дороги, а также природу, которая теперь главенствует на этой территории. Дома в Германии он за год создает 35 полотен и возвращается в Беларусь с выставкой. Чтобы показать, невидимый враг уничтожил все человеческое, природа же продолжает жить своей жизнью. В выставочном зале университета имени Франциска Скорина представлены и другие работы Германа Бусса. Познакомиться с творчеством немецкого художника можно до 6 ноября. Ход свободный. Перенестись во времени и пространстве предложила своим гостям картинная галерея Гаврила Ващенко. На неделе здесь презентовали новый проект «Уютный вечер». Первую встречу посвятили Парижу начала 20 века. За чашечкой согревающего чая гости окунулись в мир французского искусства, обменялись мнениями, подискусировали и записались в список постоянных участников «Уютных вечеров» в галереи. Обратиться к настоящему через прошлое предлагает живописец Леонид Величко. В Гомельском областном центре народного творчества открылась его персональная выставка. Композиции, портреты, пейзажи и натюрморты в экспозиции свыше 30 работ мастера. Большинство написано в этом году. Как заметил сам Леонид Величко, в последнее время на полотнах все чаще начали появляться философские мотивы. На суд зрителя автор представил целую серию таких картин. Далее анонс культурных событий «Недели предстоящей». Познакомиться с предметами интерьера в стиле эпохи Наполеона III из частной коллекции Сергея Путилина приглашает дворец Румянцевых и Паскевичей. А по данным специалистов картины галереи Гаврила Ващенко, на следующей неделе в Гомель придет месяц «Ай», центральным событием которого станет открытие выставки живописи и графики витебского художника Олега Крусова. 31 октября в ДК «Железнодорожников» пройдет концерт легендарной группы «Нэнси». Коллективу в этом году исполнилось 25, и к своему юбилейному туру они подготовили нереальное шоу. Приходите и убедитесь. Тем временем музыканты камерного оркестра под управлением Андрея Глазенкова приглашают гомельчан и гостей города на вальсы, танго и фокстрот. Именно под таким названием они подготовили новую программу, которую сыграют на сцене городского центра культуры 1 ноября. На этом пока все. Самыми интересными культурными событиями региона вас знакомили Евгения Кухаронок и Сергей Лукашук. Культурное обозрение подготовлено специально для программы «Новости недели». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова